Международный суд по правам человека может принимать какие угодно решения, и это не будет иметь никакого влияния на Россию. Но то, что можно сделать, это то, что, в общем-то, понимаете, то, что было во многом произошло с образом и Надя Савченко, то, что произошло с образом многих узников совести во многих странах. Понимаете, это люди из плоти и крови, но они являются символами. Символами стойкости, символами духа, символами героизма. Нам нужно делать просто все в информационной работе, в дипломатической работе, чтобы об этих людях не забыл мир. Что вопрос освобождения этих людей стал главным вопросом на повестке дня и в ПАРЭ, и в ПАСЭ, и в ОБСЕ, и на Генассамблее ООН, и прочих. То есть постоянно, постоянно, постоянно доносить информацию. Дело в том, что когда люди становятся вот такими символическими фигурами, когда весь мир начинает ратовать за их спасение, в итоге эти люди просто, ну, само их наличие, да, самых героизм, самых дух, он побеждает любые тоталитарные системы. Вспомните, как это было с Манделлой. Он провел 20 лет в тюрьме, и кем он вышел? Вышел фактически, одна его фигура, одна эта фигура, этого человека, сидящего в тюрьме, поставила вопрос Апортеида на настолько высокий политический уровень во всем мире, что рассыпалась вся конструкция политической Южной Африки к концу 80-х. Поэтому вопрос в том, что нужно постоянно нагнетать внимание, постоянно обращать внимание. Это задача каждого политика.